Друзья мои, привет! Добро пожаловать на моем канале. В сегодняшнем моем обзоре будет тональный крем. Скорее всего, правильно, как производитель указывает, это ухаживающий тональный крем Fluid от Givenchy. Вот так он выглядит. Призм Либры скинкеринг лоун, если читать по-английски, в Givenchy, объем 30 мл стандартный, Fluid, новинка этой весны. Я ее купила, как только появилась она в магазине, этот Fluid, я его сразу для себя приобрела. И вот весну я им пользовалась, летом и июнь, и июль я не пользовалась, потому что жара была плюс 36, плюс 38. Естественно, я никакими тональными уже не стала пользоваться. Ну, невозможно было просто наносить на кожу лица. Так вот, по моим ощущениям, прекрасный Fluid. Что у нас здесь есть? Это 96% натуральных, органических веществ содержит он из самого названия ухаживающий. То есть он ухаживает больше ухаживающих компонентов в составе, прекрасно увлажняет кожу, содержит натуральный глицерин, который удерживает влагу в нашей коже, не дает ей испаряться, пересыхать. То есть сейчас как бы поколение тональных кремов как раз-таки идет ухаживающий. Мне это очень нравится. Ну, а здесь Fluid, он жидкий. Мы его посмотрим с вами чуть позже. Я сейчас расскажу основные составляющие, которые заявляет производитель компании Givenchy. Итак, 96% это натуральных, органических веществ ухаживают, светоотражающие частички. Знаменитая их пудра Prism Libre, которая, в принципе, она и гласит как преломление, игра света. У меня сейчас на лице, я вот и сейчас им пользуюсь, мне очень нравится. Несмотря на то, что вот у меня комбинированная кожа, нигде вот такого жирного блеска, ближе даже к жирной коже, нигде вот такого вот сального блеска я у себя не вижу. Я ношу его в течение всего дня. Есть, вот видите, если смотреть с разных ракурсов, есть подсвечивающие действительно компоненты, как хайлайтер. Да, вот он, это не жирный блеск, что вот такой какой-то сальный блеск на лице, при том, при всем, что у меня сверху есть матирующая пудра. И видите, все равно на лице есть вот это свечение, которое добавлено, частички, компоненты для свечения в этом тональном креме, которые такие и делают эту игру преломления света, как призма, да, вот где нужно она у нас выделяется, вот это свечение. А где не нужно, она как раз таки скрыта. И сам производитель, он, создав вот эту знаменитую пудру от Givenchy Prism Libre, перенес вот эту призматическую составляющую как раз таки вот в этот тональный флюид. В чем еще плюс вот этого тонального флюида? Его можно наносить несколько слоев. Можно наносить на один раз, это как естественное покрытие, например, как я его наношу. На один раз нанесли, получилось как вторая кожа. Флюид это жидкая составляющая, можно наносить повторно, она будет более поплотнее. Но скажу сразу, так как это флюид, естественно, какой-то супер перекрывающей способности у тонального крема нет. Да, вторая кожа, да, вот незаметно на лице. Но какие-то вот прям супер, что нужно скрыть, этого вы не получите. То есть здесь уже нужно совсем другой тональный крем смотреть, с хорошей перекрывающей функцией. А здесь нет, это как вторая кожа, мне это очень нравится. То есть я его наношу легкий, он абсолютно не чувствуется. Вот сейчас, например, погода плюс 25, я его ношу комфортно на лице и никаких, как говорится, нареканий к нему нет. И один минус, который я заметила в этом флакончике, я сейчас с ним поделюсь. Но здесь, знаете, как, здесь минус, переходящий, наверное, в плюс, или плюс, переходящий в минус. В общем, компания, создав этот флакончик, я его аккуратно открываю, чтобы вам показать весь этот фокус. Это первый флакон у них, разборный в этот флакончик. Первый, который ориентирован на раздельную утилизацию. То есть это бережное отношение к природе. Сейчас многие компании на это уделяют особое внимание. И поэтому же Ванши, сделав вот этот вот флакончик под тональный крем, с учетом именно для раздельной утилизации. То бишь, он весь у нас разборный. И я сейчас покажу вам эту фишку. Стекло отдельно идет на утилизацию, пластик идет отдельно. Вот ложечка дегтя в этом как раз и заключается. Смотрите, вот эта вот пипочка, которую мы выдавливаем, она легко, видите, снимается. Просто берет, легко и снимается. Для вот для утилизации. Но, когда вы... и так же легко одевается. Вот видите, то есть она нигде не щелкает, ничего не фиксирует, ничего. Просто вот сверху прилепили и все. Когда бы, вот когда если каждый день пользоваться им, и нужно взболтать флюид. Флюид обязательно перед нанесением, обязательно мы его наносим на лицо, предварительно взболтав жидкость. И если вот так вот не держать вот эту вот крышечку, а держать только вот за это основание и пытаться взболтать, поверьте мне. А сейчас не буду показывать, но у меня сколько раз такое было. Вот это вот все мгновенно слетает. И вот эта вот пипочка, она тоже слетает отсюда. Видите, она абсолютно легко снимается. Все. И вот его как бы... и выдавливать его не совсем удобно. Но вот я говорю, из-за того, что она вот так слетает, это постоянно... Вот это вот место, видите, она все в тональном креме. Я его чищу диском, но это не спасает. То есть, как бы, это вот один минус. Сейчас мы его посмотрим, как я его наношу на лицо и как он действительно сияет, дает сияющий эффект. А потом мы с вами разберем, ну не разберем флакончик, но я покажу тест, какой у меня тональный крем я себе выбрала. Продолжение следует... Итак, видео я продемонстрировала, протестировала на себе, как он выглядит с подсвечивающим эффектом. А теперь давайте посмотрим. Да, еще забыла сказать, девчата, что у компании есть градация. А чтобы легко выбрать из 12 оттенков, представленных призм-либром тонального флюида, легко сориентироваться на градации. Это теплый, нейтральный розовый подтон и теплый, нейтральный и холодный. У меня куплен подтон, сейчас скажу, 2-N нейтральный 120, вот так. И на сайте можно выбрать. У них там есть очень удобная функция. Я его брала в интернет-магазине Ревгош как раз. В Ревгош всегда все новинки поступают раньше, чем в золотое, яблоко, в литуаль. Вот, и поэтому я у них тоже взяла. И там, когда выбираешь этот тональный флюид от Givenchy, заходишь, наверное, на страничку, и там есть функция подбора как раз по подтону кожи. То есть знаешь, если ты светлый, то там тоже две картинки выходят. Очень светлый, просто светлый. И там дается приблизительно. Тональный крем подстраивается под тон кожи и чуть-чуть ее осветляет. За счет вот светоотражающих частичек, то есть она делается как бы вот посветлее. Поэтому очень легко подобрать тональный флюид, не боясь, что ты не попадешь в тон. Очень удобно за счет того, что вот он подстраивается. Главное определить теплый, холодный или нейтральный. Вот чтобы сильно голову не заморачивать, я всегда беру себе нейтральный. Потому что это вот как раз очень удобно. А уже в нейтральном там сможешь посмотреть по более подходящему оттеночку. И вот смотрите, давайте я вам покажу. Не совсем, видите, вот из-за счет того, что эта пипочка у нас всегда вылетает, очень, скажем так, не совсем удобно его наносить. Вот он, тон. Это у меня нейтральный N120. Н120. Видно? Вроде видно. N120. Флюид. Легко распределяется. Что хочу сказать? Не забивает поры, не проваливается в морщины. У меня лицо, кожа возрастная, поэтому он не забивает ни морщины, ни в поры, никуда не проваливается. А причем даже у них там написано, я читала в аннотации, что он слегка выравнивает поры. Как бы не то, что вот подстраивается под них, а именно выравнивает за счет вот этого светоотражения и не проваливается. Поэтому, поэтому хороший, хороший тон мне очень понравился. Я с удовольствием им пользуюсь. У кого уже, девчата, есть такой тональный, ухаживающий тональный флюид, напишите, пожалуйста, в комментариях, как он вам, какие у вас ощущения. Ну, будет просто интересно. Кто еще не познакомился, ну, желаю вам затестить его, попробовать на себе. Если вы любите легкие текстуры, которые вот именно как ваша вторая кожа ложится на кожу лица, рекомендую. Однозначно рекомендую этот тональный, ухаживающий тональный флюид от Givenchy, Prism Libre. С удовольствием. Нашел с удовольствием на своей коже. Ухаживает, причем там написано, что чем чаще вы им пользуетесь, тем кожа становится лучше и лучше с каждым днем за счет ухаживающих средств. И это в тональном флюиде. Это не крем для лица, но он способствует улучшению кожи за счет глубокого увлажнения и за счет содержания в нем натуральных, органических ингредиентов. Все у меня, все. Вот такой у меня получился обзор. На эту новинку. Это новинка этого года. Поэтому, кто любит новинки, пользуйтесь с удовольствием. Делитесь своими впечатлениями. До новых встреч, до новых полезных обзоров. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забудьте на колокольчик нажать, чтобы не пропускать новые видео. Пока-пока.